Денис Глушаков Это касается легионеров и российского футбола Лига стала хуже Сказал Денис Глушаков Владимир, согласны ли вы с таким суждением? Ну, вы знаете На каждый роток не набросишь платок У него такое мнение Что стало меньше На простой вопрос Почему Глушакова лучшего футболиста Прошлого сезона И начало этого сезона Где все видят, что он из себя представляет Почему его в сборную не приглашают? Глушенкова вы имеете в виду А, простите Глушенкова Почему в сборную? Что отвечает по этому вопросу главный тренер? А что такого? А, он забил там два гола А там забил это Ну и не приглашаю Он не стал говорить А нафига он ему нужен В сборной У него в сборной играют те, которые за рубежом играют На этой позиции На этой позиции Вы имеете за Миранчука и Головина Совершенно верно Но он просто об этом сказать не может Он говорит Ну и чего такого? Зачем он мне? У меня там играют Зачем я, так сказать, этого футболиста буду брать? Если у меня там играют Если я их не буду приглашать Они больше не приедут Я их один раз не приглашу Другой Они мне пошут на три буквы Поэтому я не хочу Создавать себе проблемы А там еще Ладно этих двух Там еще один Из Испании Он тоже на этой позиции Ну конечно Вы понимаете Какая группа собирается Вот И он должен тут Он отдает предпочтение Если бы он не отдавал предпочтение Испанскому футболу Я бы удивился Естественно Он отдает предпочтение Испанскому футболу Европейскому футболу Он сам Сам Собственно Человек Европейского ума Он и не стыдится об этом говорить Он готов уехать в любой момент Туда и жить там Понимаете Он такой в этом смысле Парень-то простой Согласитесь со мной Поэтому Это уже давно Не мной замечено Так сказать Вот Поэтому у него есть своя концепция А Задают ему журналисты вопрос Что вот он Красавец Берите Посмотрите Какие Фортеля выкидывает А он тут же По-спартаковски мыслит По-спартаковски Ну и Спартак не взял Не взял Почему не взял А вот у Спартака Такое мышление А почему у Спартака Такое мышление А потому что У спортивных директоров Того времени И сейчас Большое сомнение В Глушенкове Понимаете Они по-другому Рассматривают вопрос Кто лучший Кто худший У них свое Я солидаризируюсь С них С их мнением Потому что Потом Я когда буду приобретать Тоже футболист Я буду с их мнением Согласовывать Свою позицию Зачем мне Всякого рода Проблемы Вот из чего Истекает Вот эта вот Сложная концепция Да Вот почему В Спартак Не берут Например Главным тренером Главного тренера Из крылья советов Или каких-то Других Бывших Спартаковцев Которые хотели бы Со Спартаком Работать Почему Владимир Чтобы Спартак сам Хочет покупать Футболистов Да их Спартак давно Сам не покупает Там португалец Со своей португальской Бандой Понимаешь Они Они Сидят Вот на этом рынке На этом мощном рынке Они Это же все завязано Это же все завязано Это Понимаете Вопрос сложный Непростой такой Вот все кажется А это ерунда Нет Надо понимание Общее Доверие Там Очень ценится Доверие Понимаете Поэтому Здесь вот так Вот Ну мне так Я говорю Мне так кажется Сергей Вы меня Не судите Так сказать Я искаживаю Владимир Михайлович Но все-таки Вы не считаете Что упал уровень Чемпионата Вот я вернусь К словам Дениса Гушакова Вы простите Сергей Я абсолютно уверен Если сейчас набрать Лучших наших футболистов Наших молодых ребят Которые показывают Очень содержательный футбол В разных командах Не обязательно в Спартаке Понимаете То мы можем набрать Очень хорошую команду Очень хорошую команду Очень хороших футболистов И я говорю Я опускаю этот Медлительный фон Спартаковского футбола Российского Почему-то Российские Спартаковцы Я не уверен Что их в школе Специально учат Такому Медлительному футболу Нет Он складывается Все время Вы понимаете То что Гушенков Играет очень быстро Но он пронзительный Он не переносит Вот этого Медленного Разыгрывания Меча В штрафной площадке Или Штрафной Он же сразу Проникает И бьет сам Понимаете Он сразу проникает И отдает Другому Который так же Должен нахально Как и он Нагло И нахально Так же сыграть Как он Вот эта Наглость Нам этой Наглости И нахальности Не хватает В нашем футболе Так же Как вот играет Пеняев Например Да Вот видите Как он Может разбежаться Кроме Пеняева Есть еще Другие футболисты И в том числе И в Зените Тоже наши Которым не дают А он сидит на лавке Три-четыре месяца Отсидел Потом уже Ноги и сами Не бегут Так быстро Понимаете Здесь ведь надо За ногами Надо следить Дело в том Что почему Собственно Если вы скажете Владимир Николаевич Он же в Спартаке был Он что в Спартаке В основном составе Все время что-то выходил Так два-три раза Вышел Просто сидел на скамейке Когда выйдешь С скамейки Ноги какие-то ватные Сразу не бегут Надо же Соответствующим Набирать силу И главное Смелость Сережа Молодецкую смелость Ее надо приобретать В игровом плане Это очень важно Владимир Николаевич Еще одна тема Надо о ней обязательно поговорить У нас наметились Два перехода Чалов Вот-вот уйдет В греческий Паок Алексей Миранчук Бросает свою европейскую мечту Из Аталанта Переходит в Атланту В Америку Что вы об этом думаете Сначала у Чалови То есть это его мечта Поиграть Его хочет вернуться В Еврокубки И прочее Нужбольный чемпионат Греческий Сергей Дело в том Что Чалов Подчеркивает Вот такое Мы должны уважать Чужое мнение Да Вы как Сказали Про целый ряд Наших футболистов В предыдущей команде В предыдущей передаче Что есть футболисты На котором Не сидится В этой команде Да Хочется уйти Не обязательно За границу Не обязательно В другую хорошую команду Где им побольше платят То то пятое Десятое А может быть С их точки зрения Там получше коллектив Да А у Чалова давно Он говорит Я поиграл в Швейцарии И понял Мне там комфортнее Чем в Москве Он же откровенно Об этом говорит Я единственный упрек Который ему делал Говорил что он играет За ЦСКА И носит звезду Тогда когда мы ведем Военные действия Более того Называем Швейцарию Нашим откровенным Врагом Понимаете А он говорит Меня это Вообще Никак Не дергает Меня интересует Футбол Профессиональный Футбол Обстановка И особенно Желаю играть В европейских клубах Он не говорит Что он там Хочет больше получать Он не говорит Об этом Обстановка Видимо Ему это по сердцу Его так воспитали Я его совершенно Не хочу за это бронить Потому что у нас Подавляющее большинство Футболистов Как собственно И научных работников И работников Культуры Так воспитали За 30 лет Их тянет туда Им там комфортно Поэтому Он уже съездил В Грецию Он посмотрел Ему в Греции Нравится Чемпион страны Будет играть В Лиге Чемпионов Может быть Конечно Не самая сильная Команда Как он говорит Но его могут Заметить О нем Могут заговорить Ему будет Это очень приятно Вот Вот так он Так мечтает Так мечтает Ну Если у него Есть такая мечта Ну что Ну пусть едет Ну это немножко Похоже на историю Долера Кузяева Которая тоже мечтала И в итоге У него мечта сбылась Да Дело в том Что мы с вами Помните Сергей Что говорили В конце концов У Феди Черенкова С Сережей Родионов Былась мечта Они прекрасные люди У них была мечта Играть В Париже Да Вот именно В Париже Ну и Они до 29 лет Отыграли В России Они в принципе Еще год-другой И все Понятно было Да Ну собственно Это перекликается И с желанием Фетисова В свои 28-29 лет Уехать в НХЛ Но он не ассоциировал Это с большой заработной платой А с желанием Так сказать Вот была у него Такое желание Поиграть там Год-два Как он говорил Отыграл 12 Вот Ну не в этом дело Понимаете А вот была Я за это не могу Их за это бронить Сережа Они отыграли Так же Как вы меня спрашиваете Сейчас про Чалова Я вам отвечаю Что Чалов Свои 7 лет Отыграл в ЦСКА Да И отдал все Что он мог А последнее время Он говорит Что-то мне не очень Как-то поднадоело Поднадоело Ну пусть уходит Я вижу Что он Ну На последнем издыхании Что называется В ЦСКА Ну Пропал тот шарм Ощущение себя Великим А история Владимира Николаевича Тогда Миранчука Ну он же рассказывал Про европейскую мечту Врал Четыре года И допонял Все лучшие Кому сделали предложение В Америку Все туда поехали И все очень Довольны Потому что там Испанские любители футбола Безумно любят Стадионы полные Все разумно Условия жизни Все это Все это Хорошее Все это Поэтому Все нормально Поэтому Когда ему Сделали такое предложение Он тут же согласился Другое дело Это Это Предложение Не совпадало С теми Потом Сергей Ни в коем случае Не забывайте Вы забываете По этому поводу А я вам напомню Что он не просто Согласился ехать В Соединенных Штатах Америки Через два года Чемпионат мира Соединенные Штаты Америки Нагуливают У себя В стране Образ Желания Футбола Все больше И больше На каналах Телевизионных Каналах Появляются Футбольные Баталии О них Больше и больше Говорят Стадионы Достраиваются Финансы Все это Это очень Богатая страна Надо быть Глупым Человеком Взять И отказаться От этого Так Так что вот Понятно Владимир Николаевич Другая тема Связанная с критикой Журналистки Алены Долецкой Комментария Константина Генича И Дмитрия Шнякина Алена Долецкая Это журналист И переводчик Известна Как первый Главный Редактор Журналов Интервью Раша С его Краша Она В общем-то Достаточно Жестко Прошлась По Комментарию Коте И Дмитрия Ну Вы читали Тех Что вы об этом Думаете То есть Какие выводы Мы можем сделать Сергей Вы знаете Я То есть Как-то Никто Владимир Николаевич Обсуждает Как комментировали Чемпионат мира По фигурному катанию Алена Или Чемпионат мира По хоккею Потому что Если ты скажешь Об этом Тебя не заметят Здесь надо так Чтоб тебя заметят Алена Долецкая Это Мастер своего дела Это Человек Филолог Человек Переводчик Человек С журналистской С меткой Профессионала Который Полюбил Свою профессию Так И свое желание Быть филологом И журналистом Одновременно И переводчиком Одновременно Еще с первого класса Она все время В журналистике В художественной Журналистике В такой Гламурной Журналистике Она любит Слово Она любит Как слово За слово Цепляется Она послушала Эту хрень По каналу Матч ТВ И Матч ТВ